Светочка, привет! Записываю тебе обратную связь. Хочется сказать не только о последнем ретрите, но и вообще обо всех, которые были, о которых я посещала. Скажу так, что такое ретрит вообще Светланы? Здесь происходит очень глубокое погружение, погружение к себе. Это тот момент, когда на ретрит приезжает один человек, а уезжает абсолютно другой. То есть там идет глубокое погружение вовнутрь себя и соединение, наконец-таки, с собой. То есть кто я есть, для чего я здесь. Эти все вопросы очень легко раскрываются там, где есть поле единомышленников, где мы в таком единстве. И вот на ретритах происходит как раз-таки почему так? Потому что идет тот поток информации, который необходим именно для человека, для его раскрытия, для его вспоминания. Чем больше ретритов Свет, тем они глубже, тем они красивее, тем погружение совершенно в другие состояния, совершенно в другое чувство не себя мы уходим. И скажу так, каждый ретрит все лучше и лучше, пусть это будет так, все глубже и глубже. Очень много приходит осознанию людей, чему я очень радую всегда, когда собирается то поле единомышленников с поддержкой друг друга, с раскрытием. И Светочка именно тот человек, который своим теплом, своим знанием, своим опытом делится так, чтобы каждый мог увидеть, услышать себя. И как бы кто ни хотел, приезжая на ретрит одним человеком, мы открываемся там. Мы как бы в обычной жизни, мы в закрытом таком, в коконе, в сжатом состоянии. Ну, может даже не в сжатом, но мы в панцире, мы спрятаны, мы спрятаны от других. А на ретрите это происходит раскрытие, раскрытие вот этого своего потенциала, вспоминания себя, уход к себе. Иногда это болезненно, ну, в основном это болезненно, да, что соединиться с собой, то, что мы хотели, искали всю жизнь, наконец-то приходит к нам вот в этих погружениях. И честно, за небольшое такое количество, там, пяти дней, происходят колоссальные изменения в каждом, меняются глаза. То есть приезжает, надо делать фото до и после, потому что приезжает один человек, а уезжает совершенно наполненный дух, соединённый с собой, да, как бы человек, соединённый с духом. В общем, ретриты те дают ту глубину, в которую самостоятельно погрузиться крайне непросто. Там, где больно, мы туда вообще не идём, мы сами себя обманываем, мы прячемся. Поэтому необходимо обязательно соединяться с тем полем, с полем Светланы, с полем единомышленников, чтобы быстрее к себе прийти. То есть тем, кому хочется быстрее прийти к себе, к своей лёгкой жизни, обязательно необходим контакт с собой. И вот чтобы найти себя, услышать себя, почувствовать себя, все знания, которыми делится Светлана, они этому прямо способствуют. Поэтому благодарю, Свет, за то, что ты даёшь, за то, как меняются люди. Обнимаю и безмерно люблю. Немножечко пару слов таких о Диме, тёплых, о том волшебнике, который участвовал на ретрите у Светланы, о тех практиках, которые помогали погрузиться к себе, которые помогали снять напряжение в теле. Отдельная вообще благодарность за практику с бубном, когда происходит тотальное расслабление тела благодаря звуку. Волшебные чаши Дима — это тоже сказочный инструмент, который помогает настроиться с собой, помогает почувствовать, как растекается этот звук по телу. Поэтому хочется сказать, что любая практика прекрасна. Дим, ты отличный проводник, когда ты проводишь это всё через себя, это получается такое космическое какое-то действо. Особенно с бубном — это полёт в другой мир, соединение с другим каким-то миром, в котором побывали, наверное, все на ретрите. Поэтому прям благодарю каждый твой такой инструмент, который помогает услышать себя, также соединиться с собой. Через тебя он звучит по-особенному, волшебно. Поэтому, Дима, благодарю, ты прям внёс то волшебство, которое необходимо для чувствования себя. Небольшая такая обратная связь о иглах, которые делает Алексей, об иглотерапии такой, иглоукалывании. Скажу так, очень помогают они сонастроить тело, вернуть в первоначальное состояние, убрать зажимы. Всего, конечно, не расскажешь волшебства, которое происходит благодаря иголкам с телом. То есть уходят спазмы, зажимы, болевые точки. Алексей тот специалист, который помогает, точнее видит, что в теле не так. То есть умеет контактировать с нашим телом и снять то, что нам необходимо с помощью иголок. Поэтому практики для меня иглоукалывания – это какое-то особое дополнение, потому что это уже не первый ретрит, где с Алексеем есть эти практики. И, честно сказать, иголки быстро выравнивают, приводят тело в соответствие, как будто бы возвращают к истинным моментам, как должно быть в теле изначально. Очень много того, что я увидела, как выравниваются тела у людей, как насколько это мощно, как мне помогали снимать спазмы и боли иглы. То есть волшебные руки, как говорится, Алексея, иголки в его руках творят чудеса с телом. Они помогают не только снять временно что-то, но и устранить многие внутренние какие-то проблемы, которые Алексею методом таким видения своим видит, где бы какую точечку уколоть, как говорится, раскрыть и выпустить, и раскрыть тот зажим, который нам необходимо убрать. Поэтому, Лёш, тоже огромное спасибо за это волшебство, за твои руки, за то чувствование, которое ты даёшь каждому, за ту поддержку. И как это возможно общаться так с телом, это прям круто, очень благодарю. Немножечко о тех инструментах, с которыми я была на ретрите, о моих авторских играх. Это игра «Мой мир», игра «Радуга» и «Гвозди». Я безмерно рада, что эти инструменты помогают быстрее тоже услышать себя, раскрыть себя, познать, как говорится, свою глубину, соединиться с собой. И я вижу всегда, когда в комплексе всё идёт, это ещё глубже мы раскрываемся. На ретрите я вообще счастлива, что оказались все в одной такой команде, и мы смогли дать как зеркала друг другу какие-то инсайты, какие-то осознания. И я безмерно счастлива, что мы собрались в таком едином поле, где все друг друга поддерживали, где мои игры помогали тоже раскрывать ту глубину, на которую заходить сложнее в жизни. Проходило две игры, одна была большая, которая «Мой мир», это 108 ступеней, это все наши грани, все наши чувства. Это то, что нам очень важно сонастроить внутри себя, то, что важно осознать. То есть игра ведёт по тем ступеням, которые нам необходимо осознать. Там происходит целая магия, волшебство на поле, и нам гораздо легче слышать с поля игры информацию, нежели признать её себе. Мы все эти ступени знаем, и когда на них попадаем, мы понимаем, почему мы попадаем. Это всё внутри нас, мы прям понимаем, почему мы попали, и для чего это. Мы всё знаем, все ответы внутри нас. Но игра — это как подтверждение, на которое стоит обратить внимание. Через игру мы проще воспринимаем мир, поэтому у меня вот эти два инструмента, где проще жить в игре, через игру слышать, и нам легче тогда перестраивать себя. И как только мы осознаём, мы начинаем управлять собой, своей жизнью. Поэтому это два инструмента, которые помогают быстрее, что ли, сделать вот эту пересборку осознания и поменять какие-то механизмы, поднастроить, я бы сказала, да, те механизмы, которые нам помогают двигаться, либо наоборот нам мешают. Когда мы выходим из игры, у нас целый план на руках действий, да, как нам двигаться, что нам делать. То есть в игре я делюсь всеми практиками, и я рада, что это всё откликалось каждому, что каждый взял для себя то, что нужно и важно. Вот, то есть проводилась большая игра, она такая длинная достаточно, с глубиной такой, да, и есть 54 ступени, радуга, меньшая игра, её очень хорошо проводить с детьми, когда нужна база психологическая. Она абсолютно другого формата, есть и поле, и книга, это отдельный мой инструмент, который есть в продаже. И это такой более короткий путь, когда ребёнку непросто проходить длинную такую, да, 108-ступенчатую игру, ну и не всё для восприятия детского, возможно, вот в той игре. Поэтому ту игру мы можем проходить гораздо быстрее, эта игра у нас более такая глубокая. И, конечно, инструмент гвозди, это тоже один из инструментов, который помогает, он работает не только просто, да, на телесном уровне с точками, а это прям и про работу с энергиями, и про очищение от старых программ. У меня своя авторская техника тоже, как мы работаем на гвоздях, вот. Вот, поэтому я безмерно рада каждому, кто проходил игры, кто шёл к себе, кто нашёл себя, почувствовал себя и готова с вами, ребят, делиться всегда с удовольствием, во благо, вот, помогать, подсвечивать этот путь непростой всегда к себе, да, и вести к свету, к любви, к лёгкости. Благодаря этим инструментам мы всегда быстрее, что ли, находим этот путь. Благодарю каждого, безмерно всех люблю, обнимаю, этот ретрит был прям волшебным.